Привет всем! Меня зовут Яновская Аня и я работаю в сфере дизайна больше шести лет. Мы с вами пройдем курс UI UX Design, на котором вы научитесь применять на практике теоретические знания практического и интуитивно понятного современного веб-дизайна. В эпоху цифровых технологий понятие дизайн сильно изменилось. Сейчас главное требование – это логическая структура и удобство. Давайте же рассмотрим основные этапы работы над веб-проектом. Разберемся, как от идеи дойти до готового продукта. Создание хорошего сайта – это четкая технология, где каждый этап начинается с рассмотрения большого количества вариантов, затем происходит отсеивание и фокусировка. В конце каждого этапа мы получаем промежуточный результат – структуру сайта, прототип, дизайн решения и так далее. Из промежуточных итогов складывается конечный продукт. И первым шагом будет идея и структура сайта. Не уходите в сторону анимации, украшательств и спецэффектов. На данном этапе мы должны определить главную идею – суть, что затронет нашего посетителя эмоционально, что его впечатлит и вдохновит. Обычный текстовый редактор или лист бумаги – подходящие инструменты для того, чтобы написать структуру. Далее мы переходим к исследованиям. Исследование в себя включает сайты конкурентов, кросс-категории и вдохновляющие примеры. Рассмотрим все по порядку. Сайты конкурентов. Когда мы определились с идеей сайта и его структурой, посмотрим на сайты конкурентов и найдем хорошие решения. Мы должны оценивать не то, как они выглядят, а их содержание. Из чего состоит меню, что вынесли на главную страницу, какие разделы на сайте, что пишут и как. Если говорить про кросс-категории, то, например, вы делаете сайт спектакля, мы можем посмотреть другие сайты спектаклей. Не находим хороший вариант сайта спектакля – берем близкую категорию – сайт оперы или современного танца. Если нужно рассказать о футбольной команде, то можно использовать примеры, найденные на сайте хоккейной команды или регби. Сайты конкурентов могут не иметь стиля и выглядеть плохо, но если эти ребята зарабатывают деньги, значит что-то там работает. И ваша задача – понять, что именно. Если говорить про вдохновляющие примеры, то даже люди с большим опытом работы в веб-дизайне регулярно просматривают новые сайты, так сказать, следят за тенденциями, находят вдохновение в работах коллег. Вдохновиться не значит скопировать подчистую. Нужно просто смотреть, как выглядит современный интернет, что сейчас модно и хорошо. Далее переходим к следующему этапу – это эскиз сайта или прототип. Мы посмотрели на сайты конкурентов, вдохновились классными образцами, и у нас в голове уже появились первые идеи. Теперь нужно эти идеи выразить графически, сделать эскиз. Прорисовываем схематические изображения блоков, из которых состоит наш сайт. Это будет нашим визуальным сценарием. Делается это просто. Берем лист бумаги и пару фломастеров – черный и какой-нибудь контрастный – и рисуем схему, что за чем будет идти. Не нужно все прорисовывать детально, только общую идею. Нам нужно получить сценарий нашей будущей страницы. Далее переходим к содержанию. В крупных проектах зачастую заказчик сам выдает нам текст, графические элементы или же нанимает копирайтера. Также могут проплатить аккаунт на фотостоках. Но иногда обращаются за этими задачами к дизайнеру. Мы можем столкнуться с этим и рассмотрим несколько основных моментов, которые обычно просят написать заказчики. Первое – это написать короткие тексты компании. Здесь должна быть одна фраза, которая четко и емко формулирует, чем занимается наша компания. Также мы должны написать чуть более развернутый текст. Объяснить, чем мы занимаемся. Формулировать нужно просто. Так, если бы мы рассказывали это приятелю за чашечкой кофе и на максимально понятном языке. Также мы можем выделить три основные фишки. Почему любят нас или наш продукт. Также мы можем описать преимущества. Рассказать, с помощью чего наш продукт решает проблему клиента и дать немного деталей. Также мы можем придумать три ключевые цифры. Люди любят цифры. Но старайтесь, чтобы они были осмысленными, понятными и что-то сообщали пользователю. Также мы можем показать команду, если она сильная. Личность всегда интересна, реальным людям доверяют больше, чем абстрактные компании. Далее переходим к дизайну. И на этом этапе объединяются все предыдущие стадии. Прототипы оборачиваются в уникальный визуальный стиль. Сайт наполняется контентом. И продукт обретает свой финальный облик. Все работы начинаются с главной страницы. Она ключевая. Сначала приходит понимание, как будет выглядеть главная страница. Затем найденное визуальное решение тиражируется на внутренней странице. Наша задача сделать цельный продукт. Чем проще вы сделаете, тем меньше у вас будет ошибок. Покажу вам на примере своей работы, как я пошагово делала дизайн. Проект назывался «Дермодетект». И сперва я получила от заказчика техническое задание, где он вкратце обрисовал, что он хочет видеть на своем сайте и как. Я собрала все идеи в куче и нарисовала ему прототип. Шаг за шагом показав, как мой пользователь движется к финальному продукту. Третьим шагом я сделала мутборд. Четвертым шагом было создание двух вариантов дизайна. После чего заказчик выбрал один, и я его протиражировала на все остальные страницы моего проекта. После утверждения главного дизайна мы переходим к следующему этапу. Следующий этап – это реализация. Мы нарисовали макет, согласовали и утвердили его заказчиком. Теперь его нужно превратить непосредственно в сайт, перейти к технической реализации. Традиционный процесс технической реализации состоит из следующих этапов. Это HTML-верстка, где верстальщик сначала в текстовом редакторе пишет код с помощью языка разметки HTML, а затем оформляет код с помощью каскадных таблиц стилей. В результате мы получаем макет в HTML-формате. Его еще нельзя редактировать, но уже можно открыть в браузере. Далее идет интеграция верстки в систему управления сайтом. CMS – эту задачу выполняет программист. Верстка превращается в шаблоны, которые можно наполнять и редактировать. Готов сайт, который можно поддерживать. Считается, что на данном этапе у нас весь функционал готов. После этого мы занимаемся наполнением сайта контента. Как правило, окончательное наполнение осуществляет контент-менеджер. Это сотрудник клиента, который в дальнейшем будет поддерживать сайт. Наполнение происходит с помощью админки, и нужно быть готовым, что на каждом этапе качество нашего дизайна будет теряться. Когда мы получили идеальную картинку на макете, мы должны запастись энергией и решимостью. Тогда мы все меньше потеряем в процессе реализации наш дизайн. Раньше термин дизайн ассоциировался только с графическим дизайном. В наше время мир цифровых технологий становится все более сложным. И давайте рассмотрим четыре основные формы дизайна. UX-дизайн – это проектирование переживаний пользователя. Дословно, UX – это опыт взаимодействия пользователя с веб-сайтом. Здесь исследуется поведение пользователей, создаются прототипы поведения, проводится тестирование. Цель UX – сделать интерфейс понятным и удобным. Выбрать лучший вариант для работы пользователя с сайтом. На практике, если ваш сайт малопонятен, пользователь уйдет конкурентам. Или же наоборот, интуитивный интерфейс поможет превратить посетителя в постоянного клиента. То есть UX – это процесс повышения удовлетворенности пользователей через улучшение доступности, удобства и удовольствия при взаимодействии пользователя с продуктом. UX-дизайнер отвечает за разработку логики продуктов через прототипы и макеты. Умение общаться – один из самых важных навыков для UX-дизайнера. В их функции также входят исследование, конкурентный анализ, тестирование и запуск проекта. UX-дизайнеров в основном интересуют, какие чувства будут вызывать использование данного продукта. Далее рассмотрим UI-дизайн. Это проектирование пользовательского интерфейса. UI-дизайн изучает непосредственно инструменты, которые использует пользователь при взаимодействии с сайтом или мобильным приложением. UI-дизайнеры стилизуют и встраивают в сайт кнопки, меню, слайдеры и многое другое, согласно выводам, которые сделал UX-специалист. Дизайн интерфейса сводится к выбору правильных элементов интерфейса – текста, кнопок, текстовых полей и так далее. Цель состоит в том, чтобы сделать пользование максимально эффективным и простым. Интерфейсные элементы включают в себя следующее. Первое – это элементы управления вводом. Сюда мы относим выпадающие списки, кнопки, текстовые поля, кнопки независимой и фиксации, окна списков, поля даты и переключатели. Также мы можем выделить элементы навигации, куда входят слайдеры, поля поиска, навигационные цепочки, нумерация страничек, теги и иконки. К информационным элементам можно отнести иконки, полосы загрузки, всплывающие подсказки, уведомления, модальные окна и окна сообщения. Давайте рассмотрим информационную архитектуру. Она определяет структуру веб-сайта и порядок организации содержания. Специалисты, как архитекторы, проектируют веб-сайт. Они используют блок-схемы и диаграммы для структурирования нашего контента. Также они оптимизируют навигацию. Информационная архитектура представляет собой создание структуры для сайта, приложения или другого проекта, что позволяет нам понять, где мы как пользователи находимся и где относительно нашего положения находится необходимая нам информация. Информационная архитектура приводит к созданию карт сайта, иерархии, категоризации и навигации. Когда мы начинаем определять контент, разделять его на категории, мы занимаемся информационной архитектурой. И она помогает пользователям понять их положение на сайте. Дальше переходим к интерактивному дизайну. Это проектирование взаимодействия. Здесь фокусируется на взаимодействии пользователя с сайтом, приложением и связывает UI и UX между собой. Интерактивный дизайн решает, как будет выглядеть элемент сайта при непосредственном контакте пользователя. Например, при наведении курсора на кнопку она меняет цвет. Поскольку дизайн взаимодействия включает в себе элементы анимации, дизайнеры работают с JavaScript или jQuery. Вместе с ростом технологии интерактивный дизайн активно развивается. То есть интерактивный дизайнер это человек, занимающийся элементами сайта, приложением и обменом данных. Если на сайте или в приложении вы заметили классную анимацию, которая привела вас в восторг, значит вы столкнулись с тем, чем занимаются интерактивные дизайнеры. Итак, проще говоря, UX дизайн это то, какие чувства он вызывает у пользователя. UI дизайн, какие элементы, где и как функционируют приложения. Информационная архитектура это то, как приложение организовано. А интерактивный дизайн это то, как пользователь и приложение ведут себя и реагируют друг на друга. И, наконец, границы между этими разными ролями дизайнеров очень размыты. Довольно схожи UX и UI дизайн. Они являются частью цикла дизайна, поэтому в некоторых случаях роли во многом пересекаются. Понимание потребностей пользователей и обратная с ним связь помогает реализовать самые сложные идеи. Спасибо большое за внимание! Смотрите наши видеоуроки на itvdn.com Также рекомендую закрепить пройденный материал на сайте testprovider.com Чтобы убедиться в том, что весь материал вы усвоили и проверить свои знания. Всем хорошего дня! Жду вас на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok